Если сегодня Украина пойдет на поводу тех, кто призывает его начать переговоры с Путиным, наша территория оккупирована. Мы освободились от России еще 30 лет назад. Во-первых, я хочу извиниться. Извиниться в этой грамме. Мы следим за хайду перед вашим народом. Если есть сегодня такое осознание и сожаление, что мир не сделал, тогда не предпринял шагов правильных, то можно ли сегодня как-то исправить эту ошибку в том смысле, что сегодня имперции, так называемые «хорошие русские», занимают все площадки? Еще раз хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего форума и в целом организаторов форума «Свободные народы. Пост. Россия». Мне кажется исключительно важным, что этот форум сегодня существует, он работает, работает в разных странах мира, доводит основную, главную мысль, что Россия должна трансформироваться в какое-то другое государственное образование, а если быть более корректными, Российская империя должна перестать существовать в тех границах, в которых она существует и существовала до начала российской агрессии против Украины. Потому что до тех пор, пока Российская империя будет сохраняться в этих границах и будет существовать, она будет представлять угрозу всему цивилизованному миру. Сегодня очень важно обратить внимание на то, почему мир так серьезно отреагировал на то, что происходит в Украине. Несмотря на все те недостатки или какие-то упущения, я считаю, в целом мир адекватно среагировал на те угрозы, которые представляет сегодня Россия, именно из-за войны в Украине. Если бы такая же реакция была бы в 90-е годы, я говорю даже раньше, чем начало первой русско-чеченской войны, в 94-е, мы можем говорить о Молдавии в 92-е годы, можем говорить о Грузии в 92-е годы, когда президенты этих стран, в частности президент Звиад Гамсахурди, законно, абсолютно легитимно избранный президент Грузии, заявлял и делал заявление, обращался к мировому сообществу, заявляя о том, что все те так называемые реформы или политические перемены, которые наметил тогдашний союз при Горбачеве, так называемая перестройка, ничто иное, как маскировка для того, чтобы воссоздать снова империю. Но его, к большому сожалению, тогда не услышали. В Грузии началась война, военные события, законно избранный президент Грузии был смещен. В этот же ряд можно включить и чеченскую событию. В 91-м году был избран первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. У нас была принята наша конституция в 92-м году. Были созданы все структуры власти, которые были абсолютно настроены и способны построить независимые государства. Мы этим и занимались, пока не началась первая российская агрессия. К большому сожалению, если в Грузии происходили под ремаркой гражданская война и внутренние противостояния грузинского народа, то в чеченском случае, в нашем случае Россия совершила открытую агрессию. Но мир, к большому сожалению, тогда не только не поддержал нас, чеченцев, всецело заняли позицию России и позволили России уничтожить чеченский народ. В результате вот этих двух развязанных Российской империи войн мы потеряли более 300 тысячи только гражданского населения и среди них более 42 тысячи это дети в возрасте от 1 года до 12. Вот просто вдумайтесь в эту цифру. И то, что я говорю, это не просто так. Я делаю какие-то свои личные умозаключения. Это та цифра, статистика, которая признана сегодняшним существующим официальными структурами России, оккупационными структурами России. Мы еще доподлинно не знаем всех жертв этой войны, этой авантюры, этого геноцида. Более 70 тысяч, более 70 тысяч это люди, которые, дети, которые остались сыротами, без одного родителя. 26 тысячи находились в местах заключения свободы. Это были практически военно-пленные, которые были заточены в российские лагеря. И их там умешляли. Отбывали 20 лет, 15 лет. И оставалось до выхода, до свободы, недели, две недели, они умирали. Или их выпускали уже зараженными какой-то инфекционной болезнью. Это все творилось в наше время, в наши дни, в наше время. Это, к большому сожалению, за этим наблюдали даже те страны, которые находились в колониальной зависимости Российской империи. Они понимали, что происходит в Чечне. Однако люди и народы нас поддерживали, они понимали, но власти, исполнительные структуры власти не замолвились ни словом, указывая на геноцид и на военные преступления, которые совершались на территории Чеченской республики. Я обо всем этом говорю сегодня, потому что это ничего еще не закончилось. И сегодняшние так называемые российские либерал-демократы, которых сегодня признает Запад здесь, и с ними ведут какие-то разговоры о будущем, о прекрасном будущем России, они рассуждают теми же критериями. Они рассуждают критериями нашей и не нашей. Люди, сегодня находящиеся в Европе, когда давали интервью и заявили о том, что они финансировали, они вооружали российский ОМОН только лишь потому, что они были наши. И эти люди, когда сегодня прикрываясь демократическими какими-то сленгами, языком, приятным на слух для западного сообщества, на самом деле являются не лучше, чем сегодняшний правящий режим. Потому что они один к одному заявляют о тех же позициях. Сегодняшняя российская конституция вообще не позволяет ни к одному народу право выхода из этого состава. Просто конституция эта запрещена. Вот сегодня оратор на конференции, он очень правильно сказал, есть универсальное право. Не то, что какая-то страна, оккупировав территорию или взяв заложники населения и народы, пишет какую-то бумажку и ставит нормы на этой бумажке под названием Конституция выше принципиально существующих международных норм и принципов, универсального права, право народов на самоопределение, которое признано всеми народами. Нельзя. И мы сегодня, вот этот форум, благодаря тому, что сегодня здесь собрались люди, которые имеют другое видение и другое отношение и к будущему собственных народов, и к будущему вот этой российской империи. Империя должна перестать существовать. Она может перестать существовать только в том случае, если те народы, которые находятся в колониальной зависимости, будут свободны. Свободны в выборе. А они могут быть свободными только, если их будет поддерживать международное сообщество. Если они точно так же, как они поддержали Российскую империю в войне против чеченцев, если поддержат те народы, которые заявят о своем самоопределении, бескровно Россия перестанет существовать тем злом, который оно есть на сегодняшний день. Оно перестанет быть угрозой для всего цивилизованного мира. И поэтому я считаю, те, кто организовали этот форум, те, что позволяют представителям этих народов говорить о свободе, о праве народов на самоопределение, о праве народов на свободу, о самодостаточности этих народов. Вот это очень главное и очень важно. И поэтому я еще раз выражаю благодарность и Олегу Могилецкому, и всем, кто сегодня способствует и помогает ему вести эту работу. Это тоже фронт, это война, это информационная война. И поэтому все участники, которые сегодня здесь присутствуют, принимают участие в этом форуме. Я вам всем признателен. Мы здесь находимся в качестве наблюдателей. Наша территория оккупирована. Мы освободились от России еще 30 лет назад. И мы сделали это в соответствии и с внутренним законодательством того государства, я имею ввиду СССР, и международные принципы. Они даже не шли в противоречие. Вы знаете, что в международных нормах есть две позиции. Есть право народов на самоопределение и есть территориальная целостность какого-то государства. И в том случае, когда законодательство этой страны совпадает с принципами народов на самоопределение, оно не вступает в противоречие. Это был наш случай. Но однако мир закрыл на это глаза, а Россия просто проигнорировала с тем, чтобы прийти к тому, к чему она пришла сегодня. Попытки восстановить Российскую империю. Удастся ли это? Да, удастся, если мы сдадимся. Но сейчас я абсолютно уверен в том, что Россия перестанет существовать. И война сегодня в Украине, которая ведет эта война, последняя Российской империи. И еще несколько слов про Украину. Потому что в ближайшее время должен пройти саммит в Соединенных Штатах Америки, саммит НАТО, где будет рассматриваться вопрос о членстве Украины. Я могу сегодня сказать, что Украина это и есть НАТО. Те задачи, которые были сформулированы, и те задачи, с целью которых был создан вот этот альянс, вот все эти функции сегодня Украина уже ценой собственного народа, уже второй-третий год выполняет эти задачи. Она ведет борьбу не только за свою самостоятельность, свободу и независимость, а Украина сегодня ведет борьбу за всю Европу, за весь цивилизованный мир. Если этот альянс, он был создан для этого, то они не могут просто игнорировать то, что происходит. И сегодня в мире нет другой армии, которая могла бы противостоять вот той армии, которая совершила агрессию против Украины. Единственная армия в мире, которая способна противостоять, сломать хребет этому монстру, это украинская армия. И весь мир должен поддержать эту страну, этот народ и эту армию. И только в этом случае мы можем говорить о будущем, о прекрасном будущем не только для русских шовинистов, которые сохраняют мечту быть великой и всемогущей державой империи. Но есть и нормальные русские люди, которые сегодня идентифицируют себя немного другими, в отличие от тех национал-шовинистов и их представителей, которые сегодня на Западе ратуют за сохранение этой страны в том виде, в котором она существует. Только поменять режим. Поменять режим и провести перемены – это две разные вещи. Мы за то, чтобы произошли коренные перемены. А коренные перемены могут произойти только в том случае, если Россия как империя перестанет существовать. И все, кто сегодня здесь выступает и говорит о том, что они солидарны с Украиной, с украинским народом и с тем, что там происходит, они должны заявить о том, что эта страна как империя должна перестать существовать. И только в этом случае. А не прикрываться референдумами, возможными или невозможными, допустят, не допустят. Сегодня Руслан Глобазов очень хороший вопрос задал из разговоров. Один человек, один из так называемых российских либерал-демократов сказал, если же референдум, проведя в Бурятии или в какой-то другой национальной республике, проголосует за то, а все эти 300, 400, 500 лет делалось все, чтобы нацменьшинства находились в процентном отношении в меньшинстве. Почему их и называют меньшинством. И сегодня эти нацменьшинства используются для сохранения Российской империи. Поэтому никакого компромисса с тем, что сейчас происходит, и тех попыток сохранить Россию в этих границах, прикрываясь, как сегодня Раса сказала, ядерными арсеналами, которые сосредоточены на территории России, это непозволительно. Мы этот этап уже прошли. СССР был намного сильнее и в ядерном отношении, и во всех отношениях. Однако ничего страшного не произошло. Я закончил. Спасибо за внимание. Во-первых, я хочу извиниться. Извиниться от этой драмы господин Закаева перед вашим народом за ту уж страшную ошибку, которую сделала Европа, сделал Запад, когда начался геноцид нашего народа, чеченского народа. Запад молчал. Слово Литвы было слишком слабое, неубедительное, малоубедительное. И мы как-то были заколдованы успехом, успехом, что Советский Союз исчез, что все будет хорошо, должно быть хорошо, уже большевики пропали. И вот это была самая главная ошибка, что мы верили в хорошее, хорошее, и не дали морду плохим, когда они уже сделали первый шаг. А звоночек звучал, кровавый звоночек, с первой чеченской войной. И вот мы сейчас платим и будем платить еще в будущем цену за то, что мы не дали морду плохим людям, которые тогда начали геноцид, народ, промолчать. Думали, ну как-то так. Прошлись, сами знаете, всякие месседжи и так далее. Ну как-то вот так, извиняюсь, как бывший министр иностранных дел, как бывший советник президента. Но уже поздно, поздно. К сожалению. К сожалению. История, кровавая история распада этой империи только начинается. Это только начало. Диктаторский тоталитарный клуб объединяется против демократического клуба. И эта война будет продолжаться, будет расширяться. Путин многое, чего он может сделать, но очень многое может не сделать. Но вопрос не в том, что он может. Вопрос в том, чего он не может. Чего не может Путин. Путин не может остановиться. Путин не может остановить фашизацию общества. И Путин не может остановить милитаризацию страны, экономики, промышленности. И значит, мы имеем три, может быть, пять лет. Или, так как они понимают, или Россия распадется из-за вот этих факторов, фашизации, милитаризации. Или они начнут войну. Война спасет. Они начнут войну. Они будут продолжать войну. Они пойдут, потому что это условия их жизни, условия их оставания. Так что мы все сидим в одной лодке, в дырявой лодке. И надеюсь, ваш голос как-то будет звучать и убеждать умных, разумных, хороших, успешных европейцев и вообще западных людей, что плохое приближается, что война может случиться. Спасибо. И кто еще скажет славу? Спасибо. Спасибо вам огромное за ваши слова по отношению к Чеченской республике Чхелия, по геноциду чеченского народа. Я украинка из Грузии, которая тоже пережила драматические события в Тбилиси в 1991-1992 году, когда был переворот против нашего президента. И я хочу спросить, если есть сегодня такое осознание и сожаление, что мир не сделал, тогда не предпринял шагов правильных, то можно ли сегодня как-то исправить эту ошибку в том смысле, что сегодня имперцы, так называемые хорошие русские, занимают все площадки, различные фонды помогают финансово, политически, а нам, движениям, которые хотят освободиться от империи, нам никто не оказывает помощь. Хорошие русские на своих медиаплощадках переписывают историю, они не говорят правду о войнах против Чеченской республики Чхелия, о независимости Чхелия, о событиях в Грузии 1991-1992 года, они просто переписывают историю. Что можно сделать, чтобы помочь нам финансово и политически? Спасибо. Обращайтесь к пенсионерам. Вообще, что мы можем? Мы можем говорить. А вот журналисты могут эти слова как-то распространять, чтобы был вопрос «Запад, западное общество понимают?» Нет, не понимают. Меня поправил, как он сказал. Лидеры понимают. Большинство лидеров понимают. Что происходит, и что эта война будет расширяться и не остановиться? Общества не хотят верить. Хорошие, образованные люди не хотят верить в плохое. Они верят в хорошее. Они думают, что все можно исправить, что можно все проблемы решить за столом переговоров. Ну, вы почему не решили с Гитлером, так же не решили с Путиным, потому что харчизация и милитаризация – это нерационально. Им не нужны рациональные решения. Они будут расширять хаос, инвестировать в хаос, любые формы. Прогнозировать это почти невозможно, потому что планы для хаоса не существуют. Что можно сделать? Не делать те ошибки, которые были сделаны в Грузии и в Украине. Ну, я тогда сидел в Брюсселе и ездил в Брюсселе как министр. И я помню эти разговоры в брюссельских коридорах. И усилия французского президента доказать, что обе стороны стреляют, обе стороны в обеих сторонах жертвы. Мы не можем поддержать ни одну сторону, потому что обе стороны виноваты. Стреляли, в ваты, значит. И тогда уже вначале слова, что следующее будет Украина, следующее Украина. Да нет, никто не в это не верил. Лидер не верил. Никто не верил. Ну ладно, это другая история, не буду расширяться. Так что мы можем говорить. Мы можем говорить из своего опыта, мы можем говорить из своих убеждений. И это очень важно, то, что мы делаем, то, что мы говорим, и то, что мы стараемся изменить. Приходят люди в политику, в политику в наших странах, в ваших. Ну, объединять нужно тех людей, которые верят, что ничего хорошо в будущем не будет, если мы не объединимся и не предприним какие-то действия. Нужно действовать. Нужно говорить, нужно действовать. Само собой ситуация не исправится. Все улучшается. Я имею в виду вопроса, мистер Захарев, премьер. Я знаю, что вы сейчас в Сибири-Изю, но вы также, в вашей час, вы были команды генералом, в том числе, в защите, в том числе, в части Гросланд. И, как и в том числе, в группе на федерации, в группе на федерации. Сейчас мы поговорим о том, что, я слышал это от нашего сегнатория, что договоры не будут влезать. Ваши мнения, ваша опыт с Россией федерацией, как медитарный командир и как договорщик, мы можем вообще договорить с террористом? Мы можем говорить только исходя из своего личного опыта. Я, на самом деле, последние 35 лет был вовлечен во все политические, военные процессы, которые шли между Россией и Чечнем. Я могу с уверенностью сказать, если сегодня Украина пойдет на поводу тех, кто призывает его начать переговоры с Путиным, это будет смертельной ошибкой и Украины, и украинского народа, и всего цивилизованного мира. Эти переговоры Путина нужны не для того, чтобы решить и остановить военные действия. Эти переговоры Путину, они нужны, безусловно, сейчас ему они очень нужны, чтобы взять паузу, чтобы перегруппироваться, чтобы с большей агрессией начать и завершить то, что он не сумел сделать вот сейчас. Поэтому, наш пример, у нас были подписаны Хасовертовское соглашение, если это считать таким рамочным соглашением при остановке мира, потом, в последующем, был подписан договор о мире, где было четко прописано, что в дальнейшем Россия и Чечня будут строить свои взаимоотношения на общепризнанных принципах и нормах международного права. В этом документе, который висит на сайте Организации Объединенных Наций, прописаны высокие договаривающиеся стороны Чеченцы, то есть все термины, которые необходимы для субъектности, международной субъектности, в этом договоре были учтены. Но через два года Россия начала агрессию. Они, подписывая договор, я просто один нюанс приведу вам, как это происходит. Вот подписывая одной рукой, Россия готовилась ко второму вторжению. В нашем договоре был пункт, потому что 1996 год подписания Хасавюртовского соглашения, там было прописано, что до 2000 года Россия и Чечня определять свои взаимоотношения. А в договоре о мире, в заглаве этого договора, было прописано, в развитии Хасавюртовского соглашения, то есть не дожидаясь 2000 года, мы уже в 97-м пришли к миру и подписывали договор о мире. Ельцин, который вышел из больницы с сердечными какими-то проблемами, однако он сидел, вот когда мы находились, мы сидели за одним столом, он достал ручку, президент Масхадов напротив него, он достал ручку и смотрит на Аслана Алиевича, и говорит, Аслан Алиевич, давайте не будем вмешивать вот в этот документ Хасавюрт. И просто рукой, вот готовый документ, который был уже на подписании, он его ручкой взял, ну, Аслан Масхадов из-за скромности, ну, понимаете, это, во-первых, у нас и не было такого опыта, да, это мы впервые, это мы сейчас готовы, и мы знаем, на что они способны. Он это зачеркнул, и получалось так, что если это был бы подписан в развитии Хасавюртовского, то у Путина, у Ельцина не было бы возможности говорить, что вот мы должны были в 2000 году определить это в соответствии с Хасавюртовским соглашением. То есть делается все, чтобы продолжить войну. То же самое произойдет. Вот Минские соглашения, которые подписывались в 2015 году, я сделал заявление, я сказал, что это большая ошибка, это не решение вопроса, это отложенная война. И русским понадобилось 8 лет для Украины, 3 года для Чечни. Ну, масштабы разные, да, 3 года было достаточно для того, чтобы подготовить все для новой оккупации. А для Украины там потребовалось более 8 лет. Поэтому ни о каких переговорах с существующим преступным режимом, кроме как вывода войск, с последующим, чтобы призвать к ответу и военных преступников, и возмещения, репарации, контрибуции, никаких других диалогов с ними не должно быть до окончательной победы над ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова